Всем привет, друзья мои! С вами Кухня с акцентов и сегодня опять таки один из самых долгожданных рецептов на нашем канале. Это абхазская аджика с орехами. Поехали! Кстати, специально для вас рецепт от абхазской бабушки. Он чуть-чуть упрошен для того, чтобы в России, в Украине, в других странах его было намного легче приготовить. Поэтому рецепт специально для вас, мои подписчики. Для того, чтобы сделать эту великолепную аджику, нам нужно 500 грамм красного острого перчика, 150 грамм чеснока, 50 грамм сушеной сладкой паприки. Она нужна для того, чтобы всему этому придать более яркий цвет и насыщенный аромат. Также нам понадобится 150 грамм грецких орехов. Орехи у меня вот такие. Кто еще не видел, как мы собирали орехи, вот в прошлом видео, пожалуйста, и ссылка в описании тоже будет. Немного растительного масла. Буквально 3-4 столовые ложки, 2 чайные ложки сахара и 50 грамм хмели-сунели. Вот это главное отличие от оригинального абхазского рецепта. В абхазском рецепте там идет голубой пожитник, да, уцхо-сунели, другие специи, кинза молотая. Вы часто жалуетесь, что в России все это достать достаточно трудно, но хмели-сунели и в России, и в Украине продаются везде. Даже в Америке продаются. Заходите на Амазон. Кто не знает, где покупать в России, заходите на Азон. Все это есть. 50 грамм, еще раз говорю, хмели-сунели продаются везде. 100 грамм обычной соли. Соль лучше взять неедированную и морскую. И также в самом конце нам нужна зелень. Зелень тут у меня ровно по 30 грамм кинзы и петрушки. Тут маленькая ремарочка. При непереваривании определенного вида зелени эту зелень просто удаляем. Нужно начать с орехов. С орехов надо кожуру снять. А как это сделать очень легко? Отправляем орехи в микроволновку на одну минуту. Этого достаточно. Не заморачивайтесь, что там каждый миллиметр очистить. Это не обязательно. Друзья мои, в общем, вот так по минуте жарим. Минуту пожарили, вытащили недостаточно, еще на минуту. И вот так, пока не увидим, что там кожура свободно отходит. И то не обязательно, чтобы она тщательно от всего очищалась. Большинству очиститься этого достаточно. Начинаем работать по принципу деньги вперед. То есть, самые дорогие продукты сначала. Начнем с орехов, потом чеснок, зелень и в конце перец. У нас сейчас чеснок, зелень и орехи самый дорогой. Перец у нас сейчас вообще стоит копейки, если честно. Начинаем прокручивать на мелкой сеточке, но можно или на средней или на крупной. Но я люблю на мелкой, потому что она такая однородная, пастообразная получается. Я вообще, мне очень нравится так. Да, дорогие мои, здесь, смотрите, один важный момент. Если мы хотим, что аджика более-менее сбалансированная была, из нее семена удаляем. Я удалять семена не буду. Как я говорил, я хочу остренькую и настоящую абхазскую аджику. Но плодоножку, ясное дело, обязательно срезаем. Еще не стоит забивать, что семена могут горчить, поэтому можете подстраховаться удалить, но я вот именно в этом рецепте удалять не буду семена. Сейчас все оставшиеся ингредиенты просто смешиваем друг с другом. Перец, 2 чайные ложки сахара, соль, сладкая паприка молотая, хмели-сунели. Хорошенько размещаем и только в конце уже добавим масло обычное растительное. Тут масло исполняет, знаете, роль такого разбавителя. Так как сама смесь достаточно густая будет вначале, маслом мы его как раз будем разбавлять и доводить до нужной консистенции. Но пока постараемся тщательно смешать то, что есть. По густоте. Густая. Давайте сейчас я примерно 2 столовые ложки масла добавлю. Слишком жидкую тоже не надо делать. Тут знаете какой момент, это не соус, а аджичный соус. Знаете, некоторые делают аджику из помидоров и аджика. Это не аджика, это аджичный соус, можно так сказать. А это настоящая аджика. Вот специя для мяса, рыбы, птицы. Вы пожарили мясо вот этим соусом обмазали и все, мясо превратилось в чудо. Ой, как это выглядит. Да. В целом 4 столовые ложки масла я уже сюда добавил. Почему еще масло добавляем в конце? Потому что масло это такой своеобразный проводник вкусов. То есть добавив масло, вкус становится еще более насыщенный. Дорогие подписчики, а сейчас некоторые важные моменты. На этом аджику уже можно использовать. Я попробовал легендарно вкусная аджика, честно. Хотя я аджику и готовлю и ем много, но это невероятно вкусно. Но для того, чтобы это стало настоящей абхазской аджикой, нужна ферментация. Мы сейчас должны от 3 до 7 дней эту аджику оставить в покое. Почему от 3 до 7 дней? Потому что все 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 таки зависит от температуры в комнате. Если у вас холодно, это будет 7 дней. Если у вас достаточно тепло, это будет 3 дня. Накрываем марлей. Каждое утро и каждый вечер приходим и аджику деревянной ложкой перемешиваем. Что касается посуды. Посуда должна быть или стеклянная, или глиняная, керамическая, или эмалированная. В другой посуде аджика может испортиться. Учтем эти три важных очень момента. Стекло, керамика, глина. В течение 7 дней, утром и вечером перемешиваем. До встречи через 7 дней. Дорогие подписчики, всем привет. Примерно неделя у нас прошла. И аджика, конечно же, приготовилась. Вот честно, ребят, невероятно вкусная, ароматная. Вообще супер. Одна ремарочка. Как мне сказали с Абхазией, аджику вот в эту добавляют много соли. Потому что обычно аджика должна очень долго храниться. Сейчас она реально будет хоть вечно схраниться у вас. Опять я переборщил. Ну ладно, не вечно, чуть поменьше. Но если вы аджику будете хранить в холодильнике, можно всего 50 грамм соли. Не очень много. Поэтому пробуйте, сделайте. Я уверен, что абхазская аджика станет одной из ваших любимых видов аджики. Ладно, давайте сейчас в баночку уберем ее. А для того, чтобы аджика в баночке хранилась долго, не заветривалась и не портилась, просто налейте в баночку, потом сверху, чуть-чуть растительного масла. Так, чтобы она покрыла аджику. Этого достаточно. Тоненький слой растительного масла. Закрываем крышкой. И можем передавать ее внукам по наследству. В целом, друзья мои, получилась одна большая баночка. Она у нас 720 миллилитров. И маленькая баночка, она у нас 250 миллилитров. Это был, кстати, рецепт классической абхазской аджики, но с некоторыми изменениями. Я это уточняю, потому что они били. Предупреждаю еще раз. Целенаправленно аджика по этому рецепту получается, ребята, огненная. А то вы мне потом пишите. Зураб, сделали аджику по твоему рецепту и в городе его никто не смог съесть. Чуть ли не отправили на экспертизу куда-то. Она будет очень-очень-очень-очень-очень острой. Похлещей кислоты из аккумулятора будет прожигать все. А вам спасибо, друзья мои, что были с нами. Надеюсь, видео вам понравилось. Если понравилось, большего нам и не надо. Держитесь, берегите друг друга, берегите свое здоровье. В целом радуйтесь жизни. Всем спасибо. Пока-пока.